Сегодня Государственная Дума рассмотрела поправки, которые в условиях пандемии коронавируса должны поддержать и граждан, потерявших часть доходов, и предпринимателей. Это и социальные выплаты, и налоговое послабление, а также отмена банковской комиссии за некоторые платежи. У нас на прямой связи из Государственной Думы депутат Илья Владимирович Осипов. Добрый день. Здравствуйте. Было ли уже заседание, что решили, какие поправки приняты? Только что оно закончилось, и действительно мы работаем сейчас в режиме, когда приоритет ставим в повестку дня, те вопросы, которые касаются, что называется, на злого дня, и касаются ситуации с коронавирусом, и реакции, которые нужно незамедлительно принимать, менять законодательство, менять нормы. То есть это то, чем мы занимаемся в первую очередь, и сегодня я хотел бы ответить, что мы рассмотрели закон, который позволяет не учитывать уровень дохода гражданам, которые оказались безработными в результате влияния коронавируса на нашу экономику, и обращаются за всевозможными выплатами, за поддержку государства, не учитывать их доход в предыдущий период. Потому что неразумно считать, что у человека средний доход был вчера 50 тысяч рублей, сегодня у него на уровне прожиточного минимума пособия по безработице, а в среднем получается вроде как бы неплохо. Поэтому исчисляться будет та фактическая зарплата или то пособие, которое сейчас он получает без учета его доходов за предыдущий период. Это крайне важно. Второе, то, что мы сегодня, я бы считал важным отметить, это поддержка предприятий, особенно предприятий, которые неукоснительно соблюдают санитарные нормы. У них появились дополнительные затраты на безопасность своих сотрудников. Это и покупка средств защиты, это дезинфекция, это всевозможные мероприятия, связанные с соблюдением санитарных норм. То есть теперь эти деньги они будут тратить, но они не будут учитываться для налогообложения. То есть это будет не из чистой прибыли предприятия, это будет ложиться на их прямые затраты. И еще один момент, возможность поддержки через господдержку, через государственные гарантии предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии, входящих в тот список наиболее важных отраслей экономики, предприятия, на которых работает больше всего народ. Государство будет гарантировать им, в том числе и бюджетными гарантиями, и прежде всего бюджетными гарантиями их состоятельности. Для того, чтобы пройти этот сложный период, и дальше предприятие смогло снова войти в нормальный рабочий режим. То есть это касается крупных предприятий, системообразующих предприятий, как сейчас принято называть. Если вернуться немножко к поддержке граждан, про коммунальные платежи, про отмену каких-то комиссий. Мы начали подготовку к этому закону еще до наступления ситуации, в которой мы сейчас с вами все живем. Но на самом деле он напрямую будет влиять на наши с вами расходы. Это банковская комиссия, комиссия почты при оплате услуг ЖКХ, которые исчисляются, не всегда исчисляются в проценте от платежа, а иногда они являются минимальной, условно говоря, 40 рублей. И до смешного дохода, чтобы заплатить 10 рублей, приходится платить банку комиссию 40 рублей, что тоже случается сплошь и рядом, и не является, на наш взгляд, справедливее. Поэтому сегодня в первом чтении мы поддерживаем законопроект, который даст возможность нам в наличии платить без банковской комиссии все платежи в жилищно-коммунальных услугах и оплата средств от капитального ремонта не только для банков, но и почта точно так же не будет править комиссию без граждан при приеме таких платежей. Надеюсь, что законопроект не ляжет долго на полке, а достаточно быстро будет принят, и мы с вами увидим его уже принятым и подписанным президентом еще в весеннюю сессию. Есть мнение у некоторых лидеров, у некоторых фракций, высказываются, чтобы как в зарубежных некоторых странах прямые выплаты осуществить гражданам, каким-то образом сформировав вот эту базовую сумму. Как относитесь к такой инициативе? Я считаю, что любая форма поддержки должна учитывать как фактическое состояние человека, его экономическое состояние. Потому что мы все с вами очень по-разному живем, и уровень дохода очень разный. И помогать в первую очередь нужно тем людям, кто нуждается. Вторая история, кому нужно прежде всего помочь, это людям, по которым эпидемия, пандемия ударила больше всего. Это и врачи, и не случайно президент уже в своем послании, своим указом отметил те выплаты, которые будут сделаны, потому что на сегодняшний день повышенная нагрузка ложится, и это крайне важно. Ну и второе, это люди, которые, те регионы даже или те отрасли промышленности, которые на себе больше всего в влиянии в пандемии, которые будут больше всего оказывать влияние. Государства хватит денег на помощь и на какое время поддержки? Мы же не знаем, сколько продлится вирус. То есть есть какие-то соотношения стабилизационного фонда? Нет у меня на самом деле какого-то опасения, что для государства угроза это потайменно, абсолютно не так. Во-первых, во всех регионах очень по-разному. В Москве сильнее на сегодняшний день сказывается ситуация педагогическая, в Ярославле меньше. Во всех регионах это очень по-разному. Поэтому разумный подход, когда предприятия с соблюдением, это важно, с строгим соблюдением санитарных норм продолжают работать, когда социальное дистанцирование, которое приписано всем, без исключения, не только пожилым, но прежде всего, наверное, и молодым, если мы все эти нормы будем соблюдать, если мы элементарно будем мыть руки и где-то ограничивать себя в общении, может быть, в том, которым можно избежать на сегодняшний день, а уж тесного-то общения тем более нужно избежать, все это позволит нам быстрее справиться, мы преодолеем, не могу сказать, что легко, легко это не будет, но мы точно преодолеем эту напасть и болезнь отступит, и мы дальше будем жить и развиваться благополучно и развивать свою экономику, не дай бог нам всем здоровья. У нас город туристический, и эти отрасли, туристические, развлекательные отрасли индустрии гостеприимства, гостиницы, отели, кафе, рестораны, они в первую очередь получили вот такой удар, и, собственно говоря, им, наверное, перепрофилироваться очень тяжело. Как вы думаете, по ним будут какие-то решения? Ну, отрасль туризма, отрасль сферы обслуживания – это как раз сфера деятельности, основная сфера деятельности малого и среднего предпринимательства, и здесь впоследствии мы прогнозируем, что это достаточно тяжелое, поэтому сегодня решением Думы была создана метафракционная рабочая группа по разработке законодательства, прежде всего направлено на поддержку этих отраслей, и как мы будем восстанавливать и туризм, и ресторанный бизнес, и гостиничный бизнес, какие условия нужно будет дополнительные для предпринимателей создать, чтобы они как можно быстрее смогли выйти на то кризисное, если можно такое слово использовать, показательное. Вам самому лично, как человеку, так, не боязно ходить на работу офлайн? – Вот у меня набор средств индивидуальной защиты на целый день подготовлен, то есть все депутаты работают в зале в масках, это обязательное условие, везде стоят средства защиты, то есть потерять руки на каждом этаже, минимизированное количество людей работают сейчас в Думе, бояться уж точно не стоит, но защитить себя, а самое главное – защитить тех людей, кто общается со мной, кто со мной контактирует, потому что мы потенциально становимся опасными, если мы заражаемся, поэтому мыть руки, соблюдать социальную дистанцию – это не стоит ничего нам, то есть это достаточно просто, и это в значительной степени сокращает вероятность заражения. – Отлично, очень рад вашему оптимизму, огромное спасибо за ту работу, которую проводите. – Берегите себя, здоровья вам, здоровья вашим близким. – Спасибо, у нас на связи был депутат Государственной Думы Илья Владимирович Васильевна. Спасибо. – Спасибо.